Здоровье дают человеку пять стихий. Я сейчас вам их расскажу. Если человек наполнен этими стихиями, дальше энергию можно перераспределить, направить в нужное русло и вылечить болезнь. Понимаете, болезнь лечится с помощью аскез, трех видов аскез, которые я вам рассказал. И принципов, которые я вам рассказал. Режим дня, служение людям, и никогда не сдавайся, не унывай и знай, что если ты в депрессию попал, если ты согласился с неправильной верой, верой в человека, верой в коронавирус и чипирование, если ты с этим совсем согласился, то дальше будет смерть. Человек должен учиться верить только в Бога. Он не должен соглашаться с неправильной верой в своем сердце. В нашем сердце живут эти веры. Мы верим в людей, люди нас разочаровали, все, мы идем в осадок. Мы верим в слухи. Понимаете, пошла волна, сразу все люди в депресснях попали. Не надо во все это верить. Человек должен верить только в счастье. А счастье — это и есть Бог. Человек должен верить только в свою жизнь. Он должен знать, что в этой жизни, прямо сейчас, и здесь, в этой стране, у нас есть счастье, есть добрые люди вокруг, есть успех. Но успех заключается не в том, чтобы пахать, как и шаг. Успех заключается в том, чтобы сохранять себя, наполнять все энергии природы и жить дальше, и отдавать людям. Наполнять, отдавать, наполнять, отдавать. Три типа силы человек должен культивировать. Сила здоровья идет от природы. Сила социальная идет от служения людям. Что такое социальная сила? Это возможность сильно быстро выйти замуж. Возможность жениться. Возможность устроиться на работу. Возможность иметь положение в обществе. Возможность иметь связи и так далее. Социальная сила — это сила служения людям. Если человек любит людей и заботится о них, у него копится социальная сила. Женщина получает красоту, мужчина получает достоинство, человек получает успех. Все это связано только с одной вещью — оторваться от себя, перестать мечтать и начать жить для других. Служите всем, кому можете. Постепенно вы увидите, как вы станете крепнуть во всем. Если человек потерял работу, ему нужны друзья, а не доска объявлений. Друзья найдут ему вот такую работу немедленно, еще лучше. Если и ваш друг придет к директору завода, который он знает, и скажет, что это классный человек, он его возьмет немедленно. И у него не будет там на этом заводе никаких проблем. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? И есть еще третья сила, которая преодолевает непреодолимое. Если у вас все лужится в жизни, вам не хватает только Бога. Когда ты думаешь о молитве, в это время отступает стена проблем. Поднимите руку те, которые начали практиковать эту практику молитвы, сходить на ретриты наши, и у вас отступила непреодолимая сила. Значит, у вас есть вера в Бога. Вера в Бога появляется только после этого. Когда человек это сделал один раз, и у него отступило, все. Так что он никогда не будет сомневаться, что Бог побеждает судьбу. Следующее, что я хочу вам очень важное сказать, что судьба будет ломать вас постоянно. И когда судьба ломает, что она делает? Она лишает человека силы воли. Она лишает человека спокойствия. Она лишает человека стабильности. Она лишает человека возможности и так далее. Как побеждать судьбу? Вот смотрите. У вас нет сил зарядку делать. Нет сил правильно питаться. Вы хотите обожраться и усмотреться. Мертвый не потеет до двух часов ночи. Это единственное ваше желание. То есть у вас вы хотите смерти, вы не хотите жить. Хорошо. Чего делать? Запомните, желание жить приходит через людей. Вот если у вас есть добрые друзья, вы с ними встретитесь, и ваша судьба отступит от вас. Потому что, общаясь с добрыми друзьями, идя вместе с ними в храм, идя вместе с ними на прокурку, если у человека нет силы жить, он берет эти силы от других людей. Запомните это. Слушайте лекции, как правильно жить, если у вас нет силы. Если силы появились, идите на природу сразу. Силы появились сразу на природу. Гуляйте. Слушайте лекции, гуляйте. Найдите себе друзей. Общайтесь, культивируйте отношения с людьми, которые могут быть друзьями. Только те, кто идут к Богу, могут быть друзьями. Все остальные люди пользуются вами. Только те, кто идут к Богу, могут вам служить. Друзьями могут быть только те, кто развит как личность. Друзья передают силу жить. Если нет силы жить, добрые друзья передают силу. Так человек побеждает смерть. Почему, когда человека бросили, он погибает, потому что нет друзей? Если есть друзья, никогда человек не погиб, но к ним прибежит сразу. И они его успокоят, и всё, станет легче. Вот это ошибка. Что такое жизнь страсти, это одинокая жизнь? Работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор. Что такое жизнь благости? Это когда человек накопит себе большую семью, полную, вместе с которой он идёт вперёд в жизнь. Не хватает добрых друзей. Если вы чувствуете, что у вас нет сил всё, что я говорю, делать, вам не хватает только друзей. Друзья передают эти силы. Они вдыхают в вас такие возможности.